Комиссия Центра избиркома России 19 сентября прибыла во Владивосток. Комиссия пробудет в Приморье предположительно 2-3 дня. За это время она ознакомится с жалобами на нарушения во втором туре губернаторских выборов и посетит некоторые избирательные комиссии региона. В комиссию вошли член Центральной избирательной комиссии России Сиапшах Шапиев и три сотрудника аппарата. Планы – объективно разобраться в ситуации, ознакомиться с документацией, ознакомиться с претензиями обеих сторон и посмотреть те письменные документы, которыми обладает каждый из сторон, проехать по комиссиям, встретиться с правоохранительными органами. Напомним, после второго тура выборов с жалобами в разные инстанции – прокуратуру, МВД, следственные органы, Краевую избирательную комиссию, Участковой избирательной комиссии – обратились представители штабов кандидатов, частные лица – работники избирательных комиссий. Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что Центр избирком до среды берёт тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. «Если есть хоть какие-то сомнения в том, что были переписаны протоколы или на последнем этапе были какие-то нарушения при подведении итогов, мы оперативно ждём не пространных заявлений в прессе, а конкретные факты, ждём жалобы с фактурой, которая бы это подтверждала. Центральная избирательная комиссия будет тщательно во всём разбираться, прежде чем будут подведены итоги выборов. Выборы в Приморье далеко не первые, когда проигравшая сторона не согласна с результатом и заявляет о нарушениях. В России и других странах мира такое было и наверняка ещё будет. Но вопрос заключается в выборе продолжения для подобной ситуации – либо раскачивание общества со всеми последствиями, либо беспристрастное расследование в правовом поле». В штабе кандидатов губернатора Приморья Единоросса Андрея Тарасенко уже заявили об уверенности в победе. По итогам обработки 100% протоколов в Рио губернатора Приморья набрал 49,55% голосов, обойдя своего оппонента, кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, примерно на 1,5%. Однако итоговый протокол пока не подписан. Тем временем в законодательном собрании Приморского края назвали условия для отмены результатов выборов. Результаты выборов в Приморье могут быть отменены, если голосование будет признано недействительным на четверти участков, если нарушения в целом не позволяют оценить итоги или по решению суда. В случае, если результаты второго тура будут отменены, то в течение полугода будут проведены новые выборы. Парламентарии обратили внимание на то, что третьего тура быть не может. Ранее Краевой избирком сообщил, что официальные итоги выборов будут подведены до 22 сентября. Олег Завьялов, Ольга Зайцева, Алексей Заровны. Новости на 8.